Памятник 13-му трамваю, возможно, установят в сквере за оперным театром. Обсуждают и другой необычный монумент – скульптуру Вениамина Вегмана. Его имя носила улица Депутатская в начале 30-х годов прошлого века. Как будет выглядеть место отдыха в центре Новосибирска, решают общественники, архитекторы и жители города. Главное – сделать парк удобным и привлекательным для прохожих и туристов. О некоторых идеях в репортаже Александра Сульдина. Прежде здесь было малолюдно. Сейчас целая компания молодежи, которая раньше выполняла свои экстремальные трюки у памятника Ленину. По крайней мере, за скитбордистов могу говорить, что много очень ушли с памятника и катаются сейчас здесь. То есть такое место стало притяжением. Куча ребят из других регионов приезжает. Тоже там Сомска, Красноярска, Новокузнецка, Томска. Место уникальное. Центр города. Рядом крупнейший театр страны. Постепенно приходило в упадок. Деревья болели, асфальт на дорожках трескался. Нашлись желающие что-нибудь там построить. Зелёный островок отстояли, очистили от аварийных тополей и клёнов. Теперь на их месте молодые саженцы. Сделали скейт-парк. Теперь новый этап. В парке сделают большие, широкие, дугообразные дорожки. Одну вымастят тротуарной плиткой. Это для пешеходов. На другую уложат асфальт. Это для скейтеров и велосипедистов. Задача проста. Чтобы те, кто идёт и те, кто едет, смогли легко и удобно пересечь сквер насквозь. И с конца в конец. Они сомкнутся в середине, между трамвайными путями. И опять же разойдутся к молодёжной площадке и дальше к зоне театрального бульвара, который поведёт на глобус. Сквер за оперным станет частью дисперсного парка, который хотят создать в центре города. Сюда собираются привлечь не только экстремалов, но и туристов. Предлагают сделать кафе, восстановить туалет, поставить фонари, привезти остров старинного трамвая и превратить его в беседку. Были собраны всякие мифы, легенды, все имена, как-то притороченные к этому месту, которые появляются в названиях улиц, бывших названиях улиц, старших названиях улиц, в каких-то персонажах, в каких-то артефактах. Отсюда и трамвай, и необычный памятник в виде утопленной в землю головы Вениамина Вегмана, деятеля культуры, имя которого до 1936 года носила улица Депутатская. Есть предложение организовать здесь ночные трамвайные экскурсии. Окончательных решений по проекту пока нет. Каким будет сквер, определят новосибирцы. Александр Сульдин, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует... Продолжение следует...